Тот и умрёт 85 за кафедрой или на служении. Но кто насытился, кто наелся, кто уже не голоден, рост прекращается. Скажи мне, трудно отличить сытого от голодного? Да за километр видно. Голодный всегда в поиске, глаза горят. Он знает, не найду, погибну. Сытый всё нашёл. На диванчике, пульт от телевизора, холодильник полный, глаза полуприкрытые. Чё искать-то? То же самое духовно. Есть лица, на которые смотришь в зал и сам стою счастлив. Ты понимаешь, человек жаль, он сидит, он слушает, глаза горят, ручка, листок. Ты понимаешь, он голоден. Есть другие лица. Знаешь, такая маска религиозная. Так два часа просидел, не моргнул, не улыбнулся, ничего. И вышел. Думаешь, ой, этот наелся. Этому уже ничего не светит. Иисусу нужны жаждущие люди. И для каждого собрания он говорит, если ты жаждешь, ты уйдёшь благословенный. Если ты пришёл голодный по Богу, ты что-то от меня получишь. Мне нравится Давид. Я люблю псалмы. Сегодня брат прекрасный псалом читал. Послушайте, Давид был пророк, но до конца своей жизни он сохранил эту страсть по Богу. И все псалмы его, Боже, одного только ищу. Нехорошей жизни нет. В доме твоём созерцать твою красоту. Боже, как лань к потокам воды, душа моя к тебе. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. По тебе жаждет душа моя, плод моя по тебе. Товится в этой земле сухой, сомшей, безводной. Боже, рассвет притворяю, со словом твоим встречаю. У Давида была потрясающая тяга к Богу. И он её не потерял. Может, поэтому он, муж, по сердцу Божьему, Бог ищет жаждущих людей. Посмотри на себя. Как сегодня ты идёшь в церковь? Как ты сегодня слушаешь Слово? Как ты сегодня молишься? Твоё отношение к Библии? Посмотри на себя. Не потерял ли то, что было вначале? Ты оставил твою первую любовь. Если ты жаждешь Бога, это будет влиять на других людей. Туда, куда попадает один голодный по Богу, там меняется атмосфера. Люди стоят другими. Если ты жаждешь Бога, ты всегда будешь в центре того, что Бог творит в церкви, ты не будешь в стороне от церковных событий, если ты жаждешь Бога. Если ты ещё не стал тёплый, который насытился. Я богат, я разбогател, я ни в чём не имею нужды. Брат мой, не оставил ли тебе первую любовь? Сестра моя, вспомни, как горело в тебе сердце. Вы помните двое шли по дороге с Иерусалима, в Эмаус? Не горело ли в нас сердце наше? Вспомни момент, когда сердце в тебе горело. Вспомни, пожалуйста. И нам нужно понять тайну горящего сердца. Когда к нам в жизни является Христос, в сердце закрывается пламя. И мы видим то, чего не видели раньше. Но потом нам нужно открыть секрет, как пронести это горение сердца через всё, что встречается нам на пути. А встречается нам на пути, и душит пламя серый, скучный, пустой день. С бытовыми делами. С серыми, скучными, пустыми людьми. Но Библия говорит, пусть сердий не ослабевает, духом пламенеете, Господу служите. Друзья мои, мы не должны это потерять. Мы должны это пронести. Вы помните, когда Моисей подошёл к терновому кусту? И он удивился. Вы думаете, он удивился, что куст горит? Нет. Горящие кусты в пустыне события нередкоят. Они от жары самовозгораются, как у вас в Калифорнии горели в своё время леса. И вот другое удивило, что этот куст горит, 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 и не сгорает. Вот что его удивило. Вы думаете, Бога удивляют те, которые загорелись? Загорелся, брат, горел. Два года перегорела на зала в миру. Загорелся, брат, горел, перегорел. На задней скамейке сидит пятый год. Бога такие не удивляют. Его впечатляют те, которые горят, 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 и не угасают. И когда ты позволишь Богу сделать тебя терновым кустом, тогда из тебя заговорит Бог. Тогда через твоё служение будет говорить Бог. Бог говорит через горячие терновые кусты. Аминь. И это будет касаться многих и многих людей. Но для этого надо гореть, не потерять эту страсть по Богу, голод и пламя любви к Нему. Я проводил в Украине конференцию, молодёжная лидерская. Была прекрасная тема. Называлась «100% для Христа». Я подумал, Господи, как красиво! Какая молодёжь! Какие амбиции! И когда я встал за кафедру проповедовать, что-то меня поповедило сказать. Я говорю, молодёжь, у вас у всех листки, а у них листки, ручки, чтобы конспектировать. И там написано «100% для Христа». Я говорю, сейчас, ты просто помолись, закрой глаза и потом поставь. Сколько у тебя сегодня процентов для Христа? Не показывай никому! И мне не надо! Покажи Бог, кто это знает. Я говорю, молодёжь, через три минуты, я услышал, как в зале начались всхлипывания, и молодёжь стала плакать. Ещё через пару минут молодёжь пошла на покаяние. Они плакали, они ревели. Боже, прости! Лидер сказал, Сергей, мне стыдно. Я такую конференцию написал, а я даже себе 30% поставить стесняюсь. Я даже призыв покаяния не делал. Я даже не успел Библию прочитать. Дух Святой касается. Кстати, а поставь себе сегодня сам. Сколько у тебя сегодня процентов для Христа? Не оставил ли я первую мою любовь? Еремея 2 глава, 2 стих. Бог говорит Израилю, я вспоминаю о дружестве и юности твоей. Я помню то время, когда ты была невестою. Я помню об этой любви. Но сегодня я вспоминаю об этом с печалью. Прошло. 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 Друзья, переполняет ли тебя любовь к Иисусу так, как было это раньше? Или, может быть, ты сегодня стал мудрее, ты стал сдержаннее, ты стал солиднее. Ответь сам себе. Левит 6 глава, 12 стих. Левит 6, 12, 13. Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. Стих 13. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Огонь любви постоянно должен гореть и не угасать. Но для этого ты каждое утро должен дрова подкладывать. Сегодня у всех есть сотовые телефоны. И ты знаешь, когда сотовый телефон, какой бы он ни был дорогой, не заряжен, от него толку нету. Когда ты годами не заряжен, это вид благочестия имеющий силы его отрекшейся. Мы заряжаем телефон на полную катушку. Насколько здесь в деле не заряжено? Пусть будет с утра на дно. Смотришь, и до обеда хватит. Это, мои господи, это наше отношение к тебе. Это наша любовь к тебе. Нас спасает не просто вера. Нас спасает вера действующая. И не просто вера действующая, а вера действующая любовью. Так говорит Библия. А иначе, а иначе соль, потерявшую силу. А иначе светильник без масла. А иначе автомобиль без бензина. А иначе река без воды. А иначе форма без содержания. Любовь это отношение. И твоя любовь к Богу, это твои личные отношения с Богом. Это твоя молитвенная жизнь. Это показатель твоей любви к Богу. Спрашиваю тебя, сколько времени вчера, на этой неделе, ты уделил Богу? С нашему стыду. Основная масса, вся молитвенная жизнь, это завтрак, обед и ужин. Благослови эту пищу Господь. Спасибо. У основной массы христиан мы делали опрос. Десять минут это средняя молитвенная жизнь. И когда уже ударила, чуть помолится. Я всегда говорю, Бог дал нам молитву, чтобы она была руль нашей жизни. Мы ее превратили в запасное колесо. Только когда прокол вспомнили, поменяли колесо и поехали дальше, до следующего прокола. Но когда молитва будет роль в твоей жизни, ты знаешь, проколов будет намного и намного поменьше. Намного и намного поменьше. Твои отношения с ним. Не служение ему, а отношения с ним. Каждый служитель должен иметь отношения с Богом, времени с Богом столько же, сколько он уделяет своему служению, чтобы оно было эффективным. Уделяя время не своей работе, а работе над собой. И работа над собою должна быть не меньше времени, чем ты уделяешь ее служению. То есть работе. Это очень-очень важный пантер. Я думал, значит, кто такой святой? Кто такой духовный брат? Ну, во-первых, я пришел в церковь баптистскую после тюрьмы и подумал, чтобы быть святым, нужно быть баптистом. Я думал, что ключи в царстве Божие в кармане моего пастора. И вообще я удивлялся, если вы умный человек, почему вы не баптисты? Как говорят, подходит один неверующий пастор и говорит, а правда вы, баптисты, говорите, что спасение только у вас? Он говорит, ну не то, чтобы сто процентов, а зачем рисковать, да? А потом я понял, что и у нас есть люди, которые не очень-то. Потом он думал, слушай, я духовный, потому что я служение несу, я служитель, я благовестник. А потом понял, служитель это не принцип духовности. Кстати, иногда бывает в церквях плохая вещь, расколы. И в центре расколов стоят служителя. А если бы они были духовными, этого бы не произошло. Потом он думал, слушай, я духовный, потому что я закончил институт, у меня есть образование. Но в том же институте я видал студентов, которые каялись на четвертом курсе, рождаясь свыше. Потом я подумал, я духовный, потому что я в церкви уже больше десяти лет. Говорят, обычно мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. И я видал младенца во Христе, у которых борода уже до полу выросла. Так кто ж такой духовный человек Божий? А это тот, у которого на первом месте тесные, личные отношения с Богом. Это показатель нашей духовности. Вы знаете, что интересно? Иисус не учил, как проповедовать. Мы об этом учим. Иисус не учил, как молиться. Э, как петь, мы учим. Иисус учил, как молиться. Мы этого не делаем. Не знаю почему, мы делаем то, чего он не учил, и не делаем то, что учил он. Не знаю почему, но часто получается, увы, вот так. Знай твои дела. Друзья, Откровение 3.15. Ни горячий, ни холодный, теплый. Литургический сон. Литургический сон похож на литургический сон. И, в общем-то, это одно и то же. Объясняю. Жил-был человек, уснул. Спит день, спит неделю, спит месяц, спит год. Могу я назвать его мертвым? Нет, он же дышит. Могу назвать его живым? А что он делает? Вот надо кормить, за ним выхаживать, его мыть. Он ничего не делает. То есть он не живой и не мертвый. Или он живой труп. Это теплый христианин. Вроде в церковь приходит. Но что он делает во имя Христа? У него же молитвы все для себя. Он ходит в церковь для себя. Что он делает во имя Иисуса Христа? Живой труп. Знаешь, что такое теплота? Теплота – это равнодушие. Тебе совершенно все равно, каются люди, не каются. Тебе совершенно все равно, когда пастор говорит, мы объявляем день поста. У тебя своя тема. У тебя сегодня к тещи на блины. Тебе совершенно все равно все равнодушие. Теплота – это самоудовлетворение. Не учите меня жить. У меня все хорошо. Я ни в чем не имею нужды. Я духовно богат и разбогател. И самое страшное. Теплота – это нежелание изменить ситуацию. Поначалу, когда это пошло, ты и каялся и плакал. А потом так засосало, что уже махнул рукой. И так по течению. Широким путем. Мне одна маленькая девочка, примерно вот такая, сказала, Брат Сергей, запиши фразу, она тебе в проповеди пригодится. Я говорю, давай, Анечка. Она говорит, пиши, совесть как хомячок. Я говорю, дальше, или грызет, или спит. Так пусть лучше грызет, чем спит. У теплых уже ничего не грызет. Там все уснуло. Я раньше не понимал, почему Иисус говорил, да лучше бы ты был холодный, чем теплый. Господи, я понимаю, горячий, который в церкви, в служении, любит тебя, помогает людям, понимаешь? Холодный, который идет в ад, он вне церкви, но теплый. Он все-таки в церкви, неужели это хуже? Нет, то, что в церкви не хуже. Знаешь, что хуже? Холодный понимает, что он идет в ад, и холодный осознает, не покаюсь, погибну. Теплый идет туда же, но он не осознает, что он нуждается в покаянии. И теплому погибнуть намного легче, чем холодному. Может, поэтому Иисус говорил фарисеям, что мыдрые и блудницы, они вперед вас, войдут в Царствие Божие. Они осознают нужду в покаянии, а тут у меня все нормально. Друзья мои, я бы так хотел, чтобы мы пересмотрели наше отношение ко Христу. Я когда однажды готовил проповедь, молитву Христа в Гевсимании, я же говорю, для меня же Библия зеркало. И вот там, когда Иисус позвал лучших своих, чтобы они молились с ним, и пока он там воевал с дьяволом, пока с него вместо пота кровь текла, молитвенники спали. И он их будит. Матфея 26, 40. Неужели вы не могли один час возрастовать со мной? Он их будил три раза. Нас уже, наверное, будил 33 раза. Скажи сам себе, сколько такое было? Хорошая проповедь. Тебя обличает Бог, и ты говоришь, все, Боже, все, хватит. С завтрашнего дня начинаю. Все, встаю утром, начинаю молиться. Встал день, два, три, уснул. Прошло два года. Купил хорошую книгу о молитве. Господь, вот сейчас, в последний раз обещаю, уже по-настоящему. Начинаю. На три месяца хватило. Уснул еще на год. И уже столько было этих начинаний. Продолжение следует...